Ее один из тех столпов, у которых успех выше среднего. То есть они более успешны, чем многие и многие другие дзя-дзы. Это прирожденные бизнесмены, очень харизматичны. Это такой цветочек в горшке. Или вообще все декоративные цветы. Избегайте еще одного петуха, потому что это самонаказание. Вообще, ЕЮ, если перевести на язык земных ветвей, это кролик с петухом. Правильно? Е наверху, это похоже на кролика, петух внизу, это петух. То есть это уже столкновение внутри. Поэтому в плане здоровья нужно остерегаться вирусов, особенно нужно беречь печень. Также ЕЮ сидит на семи убийцах. Знаете, что такое семь убийц? Одна из них характеристик семи убийц. Они любят разнообразие. Они довольно щедрые, оптимистичные, обладают щедрой, оптимистичной натурой. Не нравится им скрываться. Они очень амбициозны. Крайне-крайне желательно работать в команде с другими людьми. У них очень есть хорошее и важное качество. Они способны выжить в мире, где собака съедает собаку. Поэтому часто для ЕЮ воспринимаются снаружи очень такими жесткими или даже жестокими. Но это неправда. Это только внешняя штука. Внутри они обладают добрым сердцем и такой защищающей натурой. Они защитники. Особенно если речь идет по отношению к их семье. У них слабая иммунная система. Возможно, вот из-за этих вирусов в печени. Корни у дерева подрезаны. И большие проблемы с избыточным весом. В целом, они рождены с весьма слабым здоровьем. А ЕЮ, если вы ЕЮ, вам нужно сделать шаг вперед и проявить себя. То есть нужно выйти на передовую и не прятаться где-то там за спинами. Сказать, вот я, вот я там буду самым богатым в этой нише. Или я там буду самым успешным в этой саб-нише. Я буду там самым знаменитым. То есть не нужно прятаться. ЕЮ благоприятна некая показушность. То есть для ЕЮ можно использовать девизы. А скромность прямая дорога к бедности. Не нужно быть скромными. ЕЮ не худые люди часто. В целом, у них есть слабое здоровье и часто короткая жизнь. Если только всю жизнь не заниматься каким-то лечением. Жрать гомеопатические или китайские препараты все время. Тогда можете пережить всех. Они неравнодушны к лицам противоположного пола. И неравнодушны к алкоголю. Потому что ЕЮ сидит на бочке с вином. Вообще ЕЮ склонность снимать эмоциональное напряжение за счет секса, азартных игр, употребления разных напитков. Или все в сочетании вместе одновременно. Особенно если ЕЮ где-нибудь в часе. Потому что час, земная ветвь часа, вообще час показывает то, как человек снимает эмоциональное напряжение. Если земная ветвь петух в часе, то есть если час ЕЮ, например. Тогда это множественным способом человек снимает эмоциональное напряжение. Обычно много способов снимать эмоциональное напряжение. Такие они ЕЮ. Для ЕЮ важно найти какой-то фокус. Важно найти занятие. Если у ЕЮ нет какой-то страсти и нет какой-то цели, он просто будет тупо пить. Пока не возникнет какая-то ситуация сражения или ситуация достижения. Тогда он будет очень эффективен на самом деле. Очень странный столб. Если это месяц, в месяце, месяц описывает карьеру, кроме всего прочего. Месяц это карьера, босс, профессия, все это. А час это твои подчиненные, манера действования. Если это в месяце, тогда это описывает. Это окей для бизнеса на самом деле. Если вам нужен человек быстрый, желательно, чтобы у него в карте было ЕЮ. Ты можешь действовать быстро. Для ЕЮ нужен бык, для того, чтобы отвлечь этого Ю. Также нужен огонь, для того, чтобы контролировать эти семь убийц. ЕЮ быстро карабкается по корпоративной лестнице. Вообще люди часто их побаиваются. Для мужчин существует такое высказывание. Уничтожьте грабящего деньги и все деньги ваши. То есть нужно атаковать Джа и все деньги ваши. То есть враг для ЕЮ это Джа. Часто они довольно мстительные. Если вы напойдете на ЕЮ, он никогда не поставит щеку. Он будет атаковать обратно. Вы встретите отпор. Бывает, что они очень храбрые снаружи, но довольно трусливые внутри. Обладают взрывной натурой. Нуждаются в огне, еще раз, особенно в БИН. Если два Ю в карте, они вообще не могут принять никакое решение. То есть они не укоренены вообще ни в чем. Меняют свое суждение. Сегодня так, завтра иначе. И на самом деле, поскольку корней вообще нет, очень часто мигрируют. Покидают свою родную страну, родной город и куда-то уезжают. Вот Сергей говорит, у которого ЕЮ, что женился на Баке два года назад. Отлично. Субтитры создавал DimaTorzok